Доброе солнечное Мерсинское утро! Мы снова в этом лифте идем с вами на прогулку. Ну как же не покормить котика? Вы что? Да невозможно! В Марусе всегда с собой корм. Этот котик красавчик. Он живет в этом кафе. Название я сейчас вам покажу. Нет, не интересно. Он кушать хочет, а не играть. Киса, покажи мне глазки. Покажи, какие у тебя красивые глазки. Киса, киса. Ну ладно, приятного аппетита тебе. Красавчик. Ой, глаза волшебные. Выбрались мы из отеля. Вчера вам ничего не снимала, потому что вчера я себя жалела. Мне было грустно, я переживала. Ну, короче, было не до видео. Сегодня настроение у нас отличное. Мы решили пройтись по нашей университетской пешку в Брусайя парка. Там мы по некоторым магазинчикам походим, посмотрим то, что нам надо. И пойдем гулять на набережную. Первая остановка у нас около магазина Шок. Мы здесь часто ходим, и Маруся взяла шефство над этой семьей. Вот такие вот котятки. И мы их кормим. Магазин Шок находится около этого кафе. Это улица университетская. Если кто-то хочет себе домой котеночка, вот такого красивого, приходите, забирайте. Приятного аппетита! Молодец, Маруся! Пускай спуши. Ну, а мы пойдем дальше. Арбузы. Идем по улице вниз. Вниз очень легко идти, а вот в горочку подниматься не очень. Вот такое вот кафе на углу поворота к нашему дому. Вот, друзья, здесь мы будем поворачивать и ехать к нашему дому. Так что отсюда, можно сказать, ближе до Сайя-парка, чем там, где мы сейчас живем. На другой стороне, посмотрите, какой красивый дом яркий. А вот сюда, если повернуть, это рыночная площадь. И по субботам здесь базар. Мы с вами сюда обязательно придем. А так как сегодня воскресенье, то, естественно, базара нет. Проходим мы маленький такой рыночек, дыни. Это цены внизу. Все красиво так разложено. Аппетитно! Ну, я здесь вам уже снимала. Видите, банкоматы есть. Обратите внимание, какой красивый дом. А вот светофор, на котором мы повернем налево и дойдем до Сайя-парка. А если чуть-чуть вниз нам спуститься, то будет наша красивая набережная с голодными львами. Видите, друзья? Сайя-парк серенький. Рядышком, да? С нашим домом. А это, я как поняла, мебельный магазин. Мы очень хотим с Марусей такое кресло-качалку. Очень хотим. Только еще не определились с кормой. Надо нам зайти будет, посмотреть. Ну вот, друзья, мы уже уцели. Через дорогу Сайя-парк. А с этой стороны мы шли-шли и увидели такой большой классный магазин. Зоу-магазин. Внутри очень много лежанок, корма, повадков. Для Шанель мы уже нашли горшок. Так что мы здесь купим горшок, куда кладется пеленка. Очень классная. В соу-магазине нам дали визитку. Это их инстаграм. Оставляю своих девочек в Старбаксе. Сегодня такой коктейль. Как обычно, шоколадный. А я пробегу здесь по магазинам. Мы зашли. Все, для дома вот такие вот тарелочки красивые. Но мы с Марусей хотим квадратные. Вот, друзья, тарелочки, которые я хочу. Красивые очень. А Марусе не нравится из этих цветочков. А я считаю, что они очень красиво смотрятся. А Марусе нравятся вот такие вот. Просто вот такие вот. Квадратные. Ну, на вкус и цвет, как говорится. А мы купили десертные ложечки и вилочки. Зашли мы на второй этаж. И заказали снова. Снова заказали пиццу Маргарите. Маргарита. Перекусим и пойдем гулять. Мы пообедали. Сейчас я вам покажу. Похвастаюсь. Что же мы купили. Не похвастаюсь. Они так классно запаковали. Так классно запаковали. Не похвастаюсь. Друзья, ну что, мы погуляли по торговому центру. Пообедали. Сейчас двигаемся к набережной. К нашей набережной, где качили. Будем наслаждаться видами на море. Немножечко с вами поболтаем. Саделька на траве. Ну что, буквально 10 минут, и мы дошли до набережной, до беседок. Сели отдохнуть в тенечке, в беседке. Ой, друзья мои, короче, сегодня день такой более-менее позитивный. Настроение подняла я себе. Купила для дома то, что хотела, то, что планировала. А вчера ничего не снимала. Вчера я уже сказала, повторюсь, вчера я себя жалела. Вот. Сидела, шустрила всякие форумы на фейсбуке. Читала комментарии. Короче, нашла людей, которые попали в такую же ситуацию, как и я. Со вторичным жильем и с жильцами. Вот. Читала ваши комментарии. Очень много было советов обратиться к адвокату. Что я, в принципе, и сделала. Мне посоветовали адвоката несколько человек. Они между собой не знакомы. Но это главное, что этот адвокат уже, ну, как бы, на хорошем счету считается, да? Хорошие отзывы о нем. Ну что, он сказал мне, что не переживайте. Полиция здесь работает хорошо. Ну, единственное, говорит, что надо было не в прокуратуру писать заявление, а в полицию. Полиция быстрее работает. Ну, я могу и в полицию сходить. Вы же меня знаете. А самое еще такое позитивное. Зять сегодня продлил мое проживание до четверга. И обещает за эти дни уже выселить человека, который живет в моей квартире. Они объединятся с бывшим хозяином. И бывший хозяин отключит ему воду. Вот. Не знаю, как у них там все получится. Потому что, оказывается, можно запросто прийти и подключить. Либо сорвать пломбу и пользоваться водой. Ну, будем надеяться на лучшее. Тем более, в четверг уже заканчивается седьмой день предупреждения на выселение. В любом случае, наш герой, который оккупировал мою квартиру, должен уже выселяться. Потому что зачем омоете суды? Ну, вот зачем, друзья мои? Ну, надо же все делать по-доброму. Ну, пожил ты уже. Ну, хватит. Дай другим пожить. Мне с ребенком из Шанель. Вот. Ну, вчера я, конечно, грустила. У меня мысли были. Господи, во что я вляпалась. Очень много было комментариев, и адвокат подтвердил, что надо было перед покупкой в ТАПУ сделать у нотариуса заявление на выселение конкретно срок и прописать штраф. Что человек, если такого числа не выезжает, то ему что грозит? Это делается перед покупкой. Вот то, что я просила свое агентство. Но мне сказали, что в Турции на это редко кто идет, это лишняя трата денег за нотариус. Ну, зато нервы спокойнее. Нервы спокойнее. Правда же, друзья мои? Ну, вот. Так что не повторяйте моих ошибок. Дай бог, чтобы у вас все было вообще, вот как я хотела, как по маслу, что я приехала с таким оптимизмом в солнечную страну, что мне здесь нравится. Я выбрала квартиру мечты. Ну, все будет хорошо. Море вам. Красоту. Девчонки двигаются на качеле. Собачка. Здесь такой ветерок, тенетик. Ой, благодать. Сейчас сумку Маруси заберу. Скай катается. А я посижу в беседке где-нибудь. Ой, да ладно. И Шанелечка. Красавицы мои. Я заберу сумочку. Оставила Марусю на качелях. Взяла, забрала Шанельку. И мы идем к морю. Посидим. В прошлый раз мы там крабиков видели. Так мы расположились. Шум полный, успокаивает. Требак. И вот он тянет, тянет. Может, что-нибудь и будет тянет. Ой, какая рыбка. Поймал. Так что, друзья, если вы хотите купить вторичное жилье, пожалуйста, себя обезопасьте. Сходите к нотариусу обязательно. Никому не верьте. Пусть вам что угодно говорят про турецкий менталитет. Что здесь 45 дней, типа, положено. Нет. Адвокат сказал, что 45 дней не имеет значения, если есть вот это нотариальное заключение, да, на выселение, на освобождение квартиры прописанное. А то 45 дней, это вообще, это ни о чем. Еще адвокат сказал, что та ситуация, которая приключилась со мной, это уголовное дело. Вообще, тот, кто имеет ключи, тот, можно сказать, нарушил закон. Ключи я должна была получить от агентства вовремя. Все, как мы договорились на словах. И вот то, что сейчас происходит, если я обращусь к адвокату, то спокойно можно посадить. Спокойно. Он говорит, что это уголовно наказуемое. Так что вот. И я думаю, что тот, кто живет в моей квартире, об этом знает. Поэтому он сейчас зашевелится. Вот. И уже скоро, уже скоро мы с вами зайдем в мою квартиру. Я хоть на нее посмотрю, я ее видела только вот, когда приехала, выбрала, и все, 10 минут. 10 минут я ее видела. Я уже ничего не помню. А фотографий нету. Не-а. Вот так вот продают. На словах. Все на словах. Но я обязательно попрошу, чтобы директор агентства, когда мы получим ключи, чтобы мы вместе зашли, чтобы все посмотрели. Чтобы все было вот как я хотела. Чтобы были пустая квартира. Шанельечка пришла ко мне на ручки. Ой, целует. Да, конечно. Любовь такая соскучилась. Чтобы была пустая квартира, там должна быть вся сантехника и кухня. И все. И будем с вами начинать делать ремонт. Я не знаю, камера передает или нет. Я вижу много кораблей. Очень много. Я не знаю, камера передает. Так, камера передает. Я так люблю свою набережную эту. Мой любимый носик. А Маруся разыскивает котиков. Мы их здесь не видели на набережной сегодня. Потом покормим около нашего отеля. Видите, она с кормом. Она отсутствует. По-кейски заканчивается корм, она насыпает снова. Такой релакс, да? Вот такие крабики здесь. Подойдем с вами к золотым львам. Это достопримечательность этой набережной. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Сейчас я обойду. А то я вам только хвост показываю. Ой. Люди катаются. Марусь тоже накаталась. Ой, ну вот он. Красавчик. Ну красиво же, да? Такой фонтанчик. Люди, наверное, монетки кидают. Нет, не вижу. А что, могли бы кинуть на удачу, или чтобы еще вернуться в город Метка. Хотят сфотографироваться. Марусь, не рискуй. У нас Шанель поставила на бортик. Я ее держала. Держала. Ну что, Шанеля, пойдем. Вот я на фоне золотого льва. Красота. Смотрите, какие цветы около скамеечек. Ой, благодать. Вот так и будем проводить время. Приходить на набережную вечерами. Гулять. Смотреть на море. А на пляж будем ездить на такси. Можно, конечно, и пешком. Мы вам показывали этот пляж, который вот отсюда. Если идти, то можно до него дойти. Кусочек дикого пляжа. А что? Заход хороший. Можно искупаться. Только нету ни переодевалок, ничего. Но купаться разрешено. Купили водичку. Сейчас Маруся посмотрит, может, наружинка захочет. Чтобы вы понимали, мы гуляем и ищем, кого? Котов. Маруся ищет котов. Кэс-кэс-кэс-кэс-кэс-кэс. Когда мы шли сегодня в Сайя-парк, мы проходили мимо магазина кресел-качалок. Помните, я снимала? Ну, так мы туда зашли. Значит, то, что нам понравилось из кресел, они стоят 4,5 тысячи турецких лир и 7500 турецких лир. Но там, где 7500, я попросила скидку индерин по-турецки. Вот. И он сказал 6700. Ну, мне все равно это очень много. Я считаю, 375 евро за кресло. Единственное, что оно двойное. Но такое большое, как диван. Наверное, полкомнаты займет. Ну, качели такие вот. Маруся очень хочет. Ну, и я что, буду вам вещать? Я сейчас сяду в кресло, штатив поставлю и будем с вами болтать. Так что очень-очень жду, когда мы попадем в нашу квартиру, чтобы сделать замеры. И, наконец-таки, пойти по мебельным магазинам. Нашли кота? Тут коты, там собаки. Ой, какой красивый. Ой, какой красивый. На тишу нашего похож, да, окрас? Вообще. Шанель, сидеть, ждать. Ждать, молодец. Боже, какой красивый кот. Как ступой. Ну, кушай, кушай на здоровье. Наконец-таки. Миссия выполнена. А, думаю, это девочка беременная. Беременная кошка? Шанеля. Смотрите, как семьи отдыхают. Да, кто-то в беседках, а кто-то просто... На травке. А мы будем переходить дорогу и подниматься на нашу улицу Университетская. Хорошо погуляли. Вот здесь рестораны. Тут же и первая линия, видите, дома. Ситы. А вот на углу там рыбный ресторан, если я правильно помню. И нам надо будет наверх подниматься. Такая улочка. Красоту вам. Здесь старые дома. Маленькие постройки. Маленькие постройки. Кто? На Шанель. На Шанель агрессивно? Да. Шипит, что ли? Вот дает. Ну, пускай кушает. Пойдем, Марус. Скажу, как можно на Шанельку вообще быть агрессивно настроенным. А вот уже там впереди, где машины туда-сюда едут, это уже Д-400. И от Д-400 вверх будет Университетская. Боже, какая толстенькая собачка. Прямо как коровушка. Или она беременна. Ну, она не беременна может быть. Или просто толстенькая. Вот Хонда-центр, видите? Вот мы туда. В Д-400. Тут буквально 100 метров. Вот в старом доме продается квартира. Можно сказать, на первой береговой. Ой, какой. Вот он с ним, у него язычок торчит. Без зубов? Да. Обычно куда-то, куда-то, где-то зубов. У него собака не ходит. Он старенький, типа? Ну да. Ой, кибузи мой. Как он лежит вальяжно. Ой, ну да. Сейчас его покормим. Испугался. Красавчик. Боже, черные. Какой красивый. У меня не на всех сейчас корма хватит. Какой красивый. Какие голодные. На фоне белого цветка. Он такой красивый. Какой красивый. Красивый кот. Голодный очень. Тут, там тоже есть кот. Ну, это около магазина. Я думаю, что их тут должны кормить. Ну, этот вообще красавчик. Блин. Ну, все. Теперь будет с тобой, как собачка за тобой, наверное. Да, идет. Пока-пока. Пантера. Ой, Маруся, он за тобой. Ну, все, к нам жить идет. Бежим. 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 Реально к нам. Ёшкин кораллы. Текай. Сделала доброе дело. Теперь будет с нами жить. Так, ну вот. Вышли мы на трассу Д-400. Сейчас пойдем на улицу Университетская. Актобусы ходят. Зашли в магазин ковров Маруся хочет к себе ковер Вот этот хороший, Марусь Мне нравится, нет, тебе не нравится? Уютно, когда ковер на полу Качество хорошее очень А вот пушистые Маруся, смотри Неприятные? А, синтетика, да, колючие Что, Шанель? Выбираем ковер тебе Так вот, шли-шли В сторону своего дома И нашли магазин с коврами Очень приятный продавец Добро пожаловать Сказал, собаку погладил Это какой ассортимент большой На любой вкус Вот этот черный, что ли? Нет, в комнату есть большие, но есть маленькие Но он очень пестрый, Марусь Те глазки будут уже болеть от него Надо чуть-чуть, чтобы был посветлее Ну, вот этот получше Мне как у Фариды, мне кажется Так, Фарида, ты слышишь? Нам нравится твой ковер Где купила? Тут и постельное белье Разрешили поснимать Вот такой магазинчик Прямо напротив нашей улицы Вот наша улица Мы сейчас сюда пойдем Университетская Я сейчас вам покажу, что за магазинчик Вот он А там рядом вот такой магазинчик Сладости Ну, а мы идем на светофор Поворачиваем налево Поднимаемся по университетской До нашего отеля Но мы с Маруся еще хотим зайти в магазин Да, Марусь? Мы мимо него все время ездим Вот этот магазин Прямо на витрине Много платьюшек И вот мы хотим зайти Вот наша улица Университетская Наверх пошла А вот этот магазин На который мы давно смотрим И сегодня зайдем А на этой стороне тоже платья Такие вот вечерние наряды Какие-то Ну, а мы переходим дорогу Пока зеленые Пока зеленые Нам светит Все стоят Два этажа в магазине Два этажа в магазине Вот вход Мой любимый зеленый цвет Яркие цвета, да? Ну, потому что Пойдем вот так Ну, давай Ой, как здесь холодно Ой, черненькая Что это черненькая? Так, ты мне нашла? Благодарю здесь музыка Буду отключаться Маруся Маруся топики нашла 40 лет Кстати, цены здесь Очень-очень низкие Вот топик, например Качество хорошее 39 Хороший магазинчик такой Я думаю, что вы себе точно Какую-то шмотку купите А вот уже и зимний вариант Гляньте Штанишки Вязаные Вязаные, блестящие Сараканы Вот еще штанишки Очень много в черной гамме Одежды Платье Клетку Такие вот блузочки Топики Такие вот Музыка Ну, а этот 49 Цена Что, Марусь, короткая, думаешь? А ну-ка повыше Да Оно мини Ну, мерей Мерей Да, красивая Блузочка красивая Тут и обувь есть, кстати Мне нужны босоножки Вот эта платформа такая Легкие-легкие Надо будет посмотреть И цены какие 199 Нормальная цена вообще А Маруся Футбол какой-то Это зеленая Прикольная Марусь 69 Делим на 18 Что ты ищешь? Какой цвет? А какой у тебя размер? С-очка И шорты Иксэс Ой, классная Вообще Ну и что? Это для тебя Ну нет, я такую не одену короткую А тебе классно Возьми, конечно, по мере Да нормально Должна быть свободная Да, возьми, Маруся Поверху Такая, ну что, рубашечка Второй тваж Тоже такой же большой Пойдем вот так Давай Ну и джинсы Или шортики разные Так Здесь у нас пиджаки Ой, мой любимый, да О, кстати, это блузка Бузка короткая, да, рубашка О, комбезы классные вот эти А нет, это комбез Черный А это платье Вот если бы бежевый был комбез Я бы хотела себе такой Пиджак Бузка Пиджак Вот, друзья Такой вот большой магазин Около нашего дома А вот уже на осень Курточки, пиджачки Тепленькие свитерочки Света ручки Неужели здесь будет зима? Вот честно Вот как-то с трудом верится Вот посмотрим На улицу Это Д-400 Дорога Д-400 Покажи, что ты набрала мне Вот набрала Такое платье Такую футболку И такое платье Ну иди, мерей Ну-ка, покрутись Ой, ну все Красавица Ну очень коротко Прикинь, ты сядешь, Маруся Ну а так, да По фигурке классные вообще платьишко Спустились мы на нулевой этаж И здесь такие вечерние наряды Такая красота Вон какие Хоть на подиум Такие вот платья И в холм И белые, и синие Ну а что? Какое-то торжество Венобал Так что это Полностью одел платьев Какие хочешь Вот такие короткие Классные Блестящие И такие Ой, я чувствую Это надо моей крестнице Насте сюда Точно У нее же выпускной Вот она наверняка Будет какое-то платье Себе искать Вот мы с ней придем Она в октябре прилетает Мы с ней выберем Мы с ней выберем какой-то Платьишко Как свадебная Ну что, Марусь Пойдем Я обувь там Босоножки померяю Ну как смотрится Красиво Кажется, что они малые Нет Легкие, легкие вообще Вышли с магазина Уже темнеет Осторожно, Маруся Ступеньки Купили Марусь Платье в клетку Ну хочется ей Сейчас увидели, что автобус Только что пошел Мы хотим на автобусе Пару остановок проехаться Уже нет сил Нет сил идти Нагулялись Так что Сейчас в магазинчик зайдем И будем идти домой Вот на остановке Магазин овощей Сейчас что-нибудь Домой наберем Тодавно мы на базар не ходили А Маруся, как обычно Котики Бананчики И груши И персики Персики по 9 лир Ой, какой виноград красивый Такие вот цены 25 нектарин Апельсины У нас апельсины еще есть Дыни Цену не вижу на дыни По 2,95 арбузы Так Перцы по 15 лет Так Помидоры по 9,90 О, черри Возьму себе черри Обожаю черри Так что, друзья мои Запахи здесь Не хуже, чем на рынке И картошка даже есть Все это прямо рядом с остановкой Набрал, сел в автобус И домой Сейчас что-нибудь выберем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!